Берем реквест и пробрасываем его, проталкиваем, туда вазелином смазываем и проталкиваем его в нашу бизнес-логику. А в бизнес-логике внутри еще можно куда-нибудь поглубже протолкнуть его. А что бы нет-то? ДТО нам нахер не надо, реквест же можно проталкивать. И туда проталкиваем, да? Четыре параметра. Роберт Мартин сразу же чапаляк такой выдает. Папах так! Это видео я снимаю второй раз. Я вчера его снял, отмонтировал. Понял, что слишком много я наговорил про такой примитивный шаблон и решил сделать краткое видео. И сейчас ты видишь краткое видео, которое, наверное, получилось длиннее, чем вчерашнее. Приветствую вас, друзья! В этом видео мы рассмотрим шаблон проектирования ДТО. Откуда он появился? Для решения каких проблем? Как его можно использовать в наших проектах? Различные варианты использования ДТО, различные его виды, чем они друг от друга отличаются. Плюсы-минусы. Также рассмотрим немного опиата, порта, вспомним. И рассмотрим минусы ДТО. Почему его иногда критикуют. Итак, ДТО. Data Transfer Object. Объект передачи данных. Уже, соответственно, вот по этому названию. В этом названии скрыто его определение. Изначально появилась проблема передачи данных между сложными какими-то разными системами. И это были дорогостоящие операции. Для того, чтобы снизить нагрузку, вместо, допустим, нескольких запросов и, соответственно, нескольких ожиданий, ответа, стали делать один запрос. И если, допустим, делали три запроса, передавали три различных объекта, то эти три стали делать один запрос. Компоновать данные из трех объектов в некий новый один объект и его отправлять. Сериализовать и его отправлять. Соответственно, выигрывали от этого все. Это дело было в Яве. Затем, в некоторых, через некоторое время, в новых версиях, от этой проблемы ушли. И, соответственно, ДТО, как решение этой проблемы, оно стало не нужно. И его из системы убрали. Но, тем не менее, народ запомнил эту механику. Эта механика понравилась. И ее начали дальше использовать. Но немного уже в других целях. Произошла подмена понятий. Что такое система? Читаем дальше. ДТО – это объект, который переносит данные между системами. Вот здесь вот начала происходить подмена понятий. Что такое система? Веб-сервисы, подсистема или процессы одного приложения. Также системами стали называть слои. То есть, если у нас пришли данные в контроллер, у нас есть так называемый пресловутый сервисный слой. Либо в порта – это action, компонент action. И это рассматривалось как отдельная система. Все черный квадратик, черная коробочка, которая выполняет какую-то бизнес-логику. Мы туда не реквест кидаем, мы формируем ДТО, отправляем ДТО. И там происходит какая-то магия, какая-то бизнес-логика происходит. Так, первичная цель ДТО заключается в передаче данных. Это я рассказал. Параллельно, когда была первичная проблема, параллельно еще решались другие проблемы. Например, ошибка при сериализации передаваемых объектов. Могло получиться так, что мы передаем однотипные объекты, постоянно разного, один и тот же класс по сути, объекты одного и того же класса. И, допустим, там 10 объектов улетают, все хорошо, а одиннадцатый вдруг ни с того ни с сего ломается сериализация. В зависимости от сложности объекта. Варавелле, я думаю, ты тоже мог подобное встретить, когда сериализация ни с того ни с сего ломалась. Вот она для заказа. Заказ сериализовался, а вот тот же самый заказ, другой класс тот же самый, не хочет сериализоваться. При создании ДТО эта ошибка тоже уходит. Сложная многоуровневая структура объектов. Если, допустим, был объект, у него какая-то глубокая структура была, при формировании ДТО можно структуру сделать более плоскую, более читабельную. Может быть, какие-то поля там были, которые двойственное название имели. Соответственно, можно их по-другому как-то назвать. Когда читаешь поле, четко понимаешь, что там в этом поле будет, за что оно отвечает. Также решилась проблема ненужных данных. Если раньше отправляли какой-то определенный объект, допустим, объект юзер, ты отправляешь, а все поля там не нужны. И, соответственно, при формировании ДТО создавался новый объект, который содержал только нужные согласованные поля. При этом было условие, налагаемое на объект ДТО. Он не должен содержать никакой бизнес-логики, никакого поведения там не должно быть. Единственное, что он мог содержать, помимо своих данных, это методы хранения, извлечения, сериализация, десерилизация собственных данных. Также это считалось плюсом, когда ДТО-то придумали, то, что внешние системы убирали с себя ответственность за сериализацию. Им не нужно было думать о том, каким образом его нужно было правильно сериализовать. Сам объект сам себя мог сериализовать, свои данные выдать. То есть, две ответственности ему разрешалось. Первая ответственность – это хранение структуры данных. То есть, ДТО – это и есть структура данных. И вторая ответственность – он мог еще и этой сериализацией заниматься. Итак, вот здесь вот на экране мы видим самый примитивный, самый простой способ создания ДТО. По сути, в PHP ДТО – это обычный класс с публичными методами. Он простой, он понятный. Мы видим, какие там свойства есть. У нас есть типизация. Возможно, даже можно задать какие-то дефолтные данные и так далее. Когда мы видим такой объект, мы четко понимаем, что это такое. Плюс можно PHP ДОк добавить, если вдруг какие-то непонятки возникают. Если же мы вместо ДТО, допустим, передаем массив, то тут уже начинаются проблемы. Если массив маленький, примитивный, то можно ДТО не использовать, а бросать массив. Если же мы хотим работать с какой-то большой сущностью, то сложно с таким массивом работать. Сразу непонятно, что это там за поле, какие там данные нужны. В общем, беда. Это самый простой, самый примитивный способ. Давай еще посмотрим, какие способы бывают. Дальше. Второй способ. Немного усложняем. Добавляем ему… Ломаем принцип единственной ответственности. Добавляем ему новую ответственность. Теперь наш объект ДТО может выдать свои данные. Либо в массиве, либо в JSON. Можно создать метод, чтобы он в XML выдал и так далее. Тоже такое допускается. При условии, если здесь логика примитивна. Обычно выдать свои свойства в виде массива и JSON, но это очень примитивно. Поэтому можно эту логику оставить там. Позволяется. Потому что принцип единственной ответственности – это не закон. Это принцип. Важно его понимать. Важно понимать, к чему может привести его нарушение. И, соответственно, если это понимание есть, то в той или иной ситуации можно где-то его нарушить. Будет понимание, где его нарушать нельзя, а где нарушать можно. В данном случае его нарушить можно. Если же в таких случаях его не нарушать, то у нас начнется множество мелких каких-то классов. Что тоже не очень хорошо. Баланс должен быть. Дальше. Еще одно использование – это способ любителей ООП. Когда люди начинают изучать. Начинающие веб-разработчики падаваны. Начинают изучать объектно-ориентированное программирование. Они узнают, что такое инкапсуляция. Они узнают, что свойства надо прятать. Объект должен скрывать данные и предоставлять поведение. И, соответственно, когда они узнают о такой механике, как DTO, то у них первое в голову, что приходит. Если они по букве закона хотят работать, все свойства должны быть приватные. То есть нужно скрывать данные, как в чистом коде написано, как Боб Мартин завещал. Скрывая чистый код должен... Чистый код. Чтобы код был чистый, класс должен скрывать данные и предоставлять поведение. Это является правильным для тех классов, которые действительно предоставляют поведение. Как мы узнали выше, DTO поведение предоставлять не должен. Никакой бизнес-логики там не должно быть. Это, в первую очередь, структура данных. И мы должны иметь максимально простой способ получения этих данных. Разрешается, чтобы DTO имел механики выдачи этих данных. Но, по сути, вот это условие, оно к DTO никак не относится. Поэтому это излишне. Это излишне делать приватные свойства. Потом в конструкторы их пихать. Я даже видел такие практики, когда DTO имело более 20 полей. Соответственно, конструктор имел более 20 вот таких вот ухождений. Такой вертикальный был. Очень страшный. С одной стороны, очень страшный. С другой стороны, все равно это все в одном файлике. Как бы одна ответственность. И можно сказать, что как бы ничего страшного на самом деле и нет. Но я считаю, что это излишне. Боб Мартин тоже в книге «Чистый код» упоминал про DTO. Говорит, ну это объект передачи данных. Некоторые его используют вот так вот делают. С приватными свойствами. Но это излишне. Это инкапсуляция ради инкапсуляции. Лишь бы она была. В реальной жизни это не нужно. Плюс новые методы появляются. Я понимаю, что эти методы может и DE нагенерировать. Но нет. Иногда, иногда, то есть еще вариант для чего. Иногда ради инкапсуляции могут делать. Типа ОП, инкапсуляция, все, надо скрывать данные. И ничего не докажешь этому человеку. А иногда люди так делают для того, чтобы объект был неизменяемый. Если я не ошибаюсь, по-моему даже такой шаблон проектирования есть. Что это означает? Единожды созданный объект. Вот один раз мы его породили. Мы его наделили какими-то свойствами. И пока объект жив, мы больше никак его свойства изменить не можем. Это в чем выигрыш? Если одна система, объект создается в одной системе, передается в другую систему. И вдруг получается так, что он там начинает гулять. Он там из одного метода пропрыгивает в другой, в третий, в четвертый, в пятый. А ему надо в шестой. Он попадает в шестой. И вот чтобы быть уверенным, что по дороге он не изменился. Допустим, для логики это важно. То тогда можно сделать вот так, к такому способу прибегнуть. Но, если оно вдруг так случилось, то, во-первых, мы отходим от самой парадигмы ДТО. ДТО, по идее, вот он родился, его создали, его передали в систему. Система его получила. Все, он как бы взятки гладки. Все, что от него требовалось, он сделал. Дальше, если он, оказывается, еще для чего-то еще нужен, это уже немножко оверхед. Возможно, это уже даже не совсем ДТО. Это использование ДТО немного не по назначению. Можно, можно. Но, может быть, надо стоит обратить внимание на архитектуру. Почему получилось так, что этот ДТО должен пропрыгать через 5-6 методов, чтобы дойти до седьмого метода. И там себя во всей красе показать. Может быть, что-то с архитектурой не так. То есть, такой вариант я видел. Такой вариант используют. И, на мой взгляд, это избыточно. Но некоторые люди считают, что так тоже норм. И не переспорить. Я как бы пытался подискутировать. Бесполезно. Следующий вариант использования. Тоже, когда люди начинают работать с ДТО, появляется такая мысль. Когда ты один раз его создаешь, второй раз ты его создаешь в контроллере. А потом появляется мысль. Давай-ка я это автоматизирую. Пусть ДТО сам себя создает. Сначала у нас появится метод createFromArray. Самый примитивный. Мы бросаем массив. И, соответственно, создаем сами себя. Из данных, из этих массивов. Можно это... Ну, я самый примитивный способ сделал. Более совершенный вариант, наверное, был бы пробежаться. Мы с помощью функций... В PHP есть функция, чтобы получить свойства конкретного класса. Мы берем эти свойства, пробегаемся по ним, ищем ключик, соответствующий в массиве. Если ключик не находим, выбрасываем exception. Типа, вы нам неправильные данные дали. Дайте нам правильные данные. Если есть, все, инициализируем свойства. Допустим, как вариант. Можно так, можно так. Кто-то предпочитает явное. То есть, я, говорит, магию не хочу. Я хочу явное инициализацию, чтобы в случае чего я мог найти, где что инициализировалось. Тоже справедливо, тоже верно. Больше контроля дает. С одной стороны, оптимизация дает меньше кода. И так мы 20 полей можем в эти строчки уложить. С другой стороны, можно сделать большой такой метод, где вот так вот построчно будет инициализироваться. И у нас здесь четкое понимание, четкая ясность. Мы быстро можем найти, где какое-то свойство могло поменяться. Появляется у нас метод createFromArray. Мы такие думаем, блин, нарушение. Опять нарушение SPR. Но оно очень примитивное нарушение. Очень все просто. Ладно, пусть будет. Ну и, соответственно, сначала появился createFromArray, а потом у нас же request прилетает в Laravel. Мы думаем, давай с request сделаем. Пусть request пробрасываем. Здесь берем validated, вызываем fromArray. И все. Получается у нас как минимум два метода. Можно еще третий добавить. Допустим, сделать DTO из самого продукта. Модельку пробрасываем и из модельки забираем те данные, которые нам нужны. Здесь мы нарушаем принцип единственной ответственности SPR. Но если код примитивный, на это тоже можно пойти. С одной стороны, получается, сам по себе DTO разрешает внутри себя методы по выдаче своих свойств. А здесь мы еще можем наделить третьей ответственностью. Ну или второй, если та ответственность не нужна. Вот, еще одна ответственность. Но важно понимать, да, вот при нарушении SPR, к чему мы можем прийти. Может получиться так, что создание какого-то DTO, если мы действительно хотим выиграть, именно получить тот выигрыш, о котором говорит нам его истинное предназначение, то есть скомпоновать из нескольких объектов какой-то кумулятивный такой простой DTO, чтобы получилось из нескольких объектов собрать, то процесс создания его, он уже перестает быть, может перестать быть примитивным. Он станет сложным. И уже класть сюда что-то сложное, если вдруг вот в таком методе, в таком методе появляется еще какой-то private method. Ну вот здесь он допустим, да, здесь мы просто данные преобозначили и все. А если появляется вот тут, здесь какой-то private method, в который еще куча строк содержит, вот тут уже надо задуматься, что, наверное, это уже пора выносить вот это вот все из DTO. Это отдельный класс. И так делают, иногда так делают изначально. Те любители чистого кода, все, одна ответственность и все, я тоже их поддерживаю. Вот это все можно убрать и сделать так называемую фабрику. Отдельный класс, который будет производить какое-то DTO. Вот у нас Create Product DTO Factory. From Array, From Request. Все то же самое, только у нас за это отдельный класс отвечает. Так становится чище, понятней. Если вдруг производство DTO сложный процесс, то ничего страшного. Его можно даже здесь разбить на private method. Не усложнять, там в отдельные классы новые не выносить. Можно здесь пойти на то, чтобы весь функционал был здесь, на private method разбить. Так, вот эти вот четыре варианта, это которые я встречал в своей жизни, в своем опыте. Чаще всего вот с таким можно встретиться. И такие мысли могут прийти в голову, если ты про DTO только чуть-чуть прочитал где-то. Сам начинаешь работать, сам начинаешь что-то придумывать. Вот эти вот моменты, скорее всего, они у тебя появятся в мыслях. Так, теперь давай перейдем к контроллеру. Посмотрим, как это может выглядеть в контроллере. Например, для любителей порта. Вот у нас некий контроллер, некий action DTO Factory. Прилетает нам сюда request. Мы с помощью фабрики создаем DTO и отправляем Create Product Action. Вся логика у нас вынесена в компонент порту под названием action. И там происходит какая-то магия. Что-то там происходит с некой сущностью. Что-то там создается. Таким образом, если мы прибегаем к DTO, а не пробрасываем request туда, мы тут же получаем так называемый dry. Don't repeat yourself. Наша вот эта механика по созданию продукта. Ну или вообще, если абстрагироваться, некая механика, какая-то бизнес-логика, она у нас становится сразу же, тут же повторно используемой. Мы где угодно можем вызвать. Хотим в контроллере, в другом контроллере вызвать. Захотели вызвать в джобе, пожалуйста, в джобе вызвали. Никаких проблем. В консольной команде, пожалуйста, вызвали. Создали DTO. И точно так же у нас все отработает. Все прекрасно. Для любителей сервисного условия. Если про порту вы еще не знаете, посмотри тогда курс, если про порту еще не знаешь. Если, допустим, порту по каким-то причинам не нравится, или у вас в проекте используется сервисный слой, и на порту вырулить как-то сложно, вот, пожалуйста, с сервисным слоем. Здесь еще я добавил немного другую механику. Можно наделить объект request дополнительной ответственностью, чтобы он выдавал DTO. Он и так может выдавать. Он может выдавать all. Соответственно, все данные выплюнуть validated. Это те данные, которые описаны в rules. Какие rules есть, поля есть. Соответственно, те поля, отвалидированные, мы получим. Точно так же можно наделить его новой ответственностью, но делегировать ее, чтобы он вызвал какой-то класс, какую-то фабрику, допустим, вызвал. Но если что-то примитивное, прям даже в нем можно. Объект request, он и так сам по себе собирательный. Там очень много механик, которые выполняют отдельные классы. Он больше как фасадный объект выступает. То есть добавить к нему еще одну механику, чтобы он выдавал свои данные в виде DTO, тут я ничего страшного не вижу. Наоборот, это очень даже удобно. Но лучше, конечно, эту механику выделить, какой-то отдельный, допустим, factory. А объект request использовал бы эту factory. Либо trade. Для повторного использования. Потому что, опять же, нам создать DTO, создание DTO нам еще где-то может пригодиться, не только в объекте request. Так вот. Соответственно, об этом и рассказал. Это я показал. И точно так же мы создали объект request, передаем в сервисный слой. Все, сервисный слой у нас. Когда мы видим сервисный слой или экшен из порта, видим метод run, мы видим, что он принимает DTO, мы смотрим DTO, нам четко, ясно, понятно, что туда прилетает. А вот именно на этом моменте прилететь туда может очень много данных. Очень много данных. Если сюда прилетает 1-2 параметра, 3 параметра, то, может быть, можно и обойтись без DTO. Если они по названию, там, предельно ясные, можно обойтись DTO. Бритва окама, не надо плодить сущности. Можно без DTO. Если же что-то серьезное прилетает, большое количество данных прилетает, и, может быть, там, названия, как бы ты ни старайся, они не дают полного понимания, лучше сделать DTO, там все хорошо описать, чтобы было все понятно, регламентировано. И при таком регламентировании, да, у нас получается dry, don't repeat yourself. Мы можем повторно использовать, что вот это, что вот это, где угодно. Вот, для любителей, для тех, вариант для тех, когда DTO это зашквар, а такие люди есть, прямо говоря, что DTO это антипаттерн, при этом никаких доказательств они не дают, никаких там пруфлинков, не так далее. Все, стоят на своем, их не переспорить, они упертые. DTO это зашквар. А реквест при этом пробросить в бизнес-логику, это типа нормально. Вот для таких пацанов нормальных, вот такой вот вариант. Берем реквест и пробрасываем его, проталкиваем, туда вазелином смазываем и проталкиваем его в нашу бизнес-логику. А в бизнес-логике внутри еще можно куда-нибудь поглубже протолкнуть его. А что бы нет-то? DTO нам нахер не надо, реквест же можно проталкивать. И туда проталкиваем, да. Вот для таких пацанов, которые не боятся с вазелином, можно вот это. Вот это вот использовать. К таким пацанам стал относиться Махмуд, создатель Порто. И сейчас мы плавно переходим на Порто, Апиата, да. Если ты смотрел курс, если не смотрел, посмотри, настоятельно рекомендую, то сам Порто, он разрешает пробрасывать в экшон реквест. Он говорит, хотите реквест пробросить, пробросьте. Хотите какие-то свои параметры, пожалуйста. Хотите DTO, ради бога. Он не против. Но, когда я готовился к курсу, была, ну, естественно, определенная версия Апиата на тот момент. Апиата — это реализация Порто на Laravel. Если мне что-то было непонятно, либо была какая-то недосказанность документации, я заходил в Апиата и смотрел, как это реализовал сам создатель Порто. И у него везде было то, что он получает реквест в контроллере, делает из него DTO и отдает его в экшон. У него так было везде. Нигде реквест у него в экшон не проходил. Если же сейчас, вот на момент записи этого видео, ты зайдешь в Апиата, то ты увидишь, что теперь там такого нет. Теперь DTO там нет, и реквест пробрасывается сразу же в экшон. Чтобы не быть голословным, сейчас я тебе это покажу. Вот у нас Апиата, вот у нас контейнеры, APPS Action, юзер контейнер, вот у него экшоны. И вот практически во все, в каждую экшон, если заходить, то мы увидим следующую картину. Вот у нас метод run, получаем объект реквест. Получаем объект реквест. Кто это объект реквест? Вот, это конкретный класс. Это можно было бы предположить, что, ну, наверное, он тогда начал от интерфейсов работать, да, и это на самом деле интерфейс. Нет, это конкретный класс. Мы получаем зависимость от конкретного класса. И оно вот так вот везде, где есть что-то более-менее сложное. Вот реквест. Раньше, раньше тут везде были, вот реквест. Тут везде были эти дтохи. С одной стороны, Махмуд сделал правильно то, что убрал дто. Почему? Потому что здесь в Апиата раньше был мега страшный пакет, который реализовывал дто. И дто, как ты успел убедиться, это достаточно примитивная должна быть структура. Она должна быть примитивной. Она должна быть кричащей архитектурой и говорить сама за себя. Я вот такой примитивный, вот у меня такие-то примитивные свойства. Я понятный, как пять копеек. То тот пакет, который раньше в Апиата, сейчас побольше сделаю, который в Апиата использовался, так, чтобы еще было видно. Вот так, вот так, да. Все видно. Тот пакет, который использовался в Апиата, он простым не был. Это было, с одной стороны, он звучал как дто, то есть это дто было. Но с другой стороны, чтобы начать им пользоваться, его нужно было изучить. Пакет этот, представляешь? Вот с одной стороны, это очень примитивно, должно было бы быть. Но сам пакет, он нифига был не примитивный. Он был страшный. Мы пытались с ним работать, и мне это крайне не понравилось. То, что этот пакет убрали из Апиата, это хорошо. Но то, что у нас стал реквест пробрасываться в нашу логику, которая, и который ломает нам драй, реквест нам ломает драй, мы теперь не можем. Если вот тут, если вот тут мы вдруг пробрасываем реквест, все, это нам драй сломало. Как мы будем в джобе в очереди это делать? Что мы реквесты реализовать будем? И класть его туда, в пейлот. Или потом мы его будем искусственно создавать, наполнять данными. Наполнять данными, то есть мы создаем искусственно реквест, потом мы лезем в сам реквест, смотрим, какие у него рулосы есть, правила. Изучаем эти правила, смотрим, предполагаем, так, наверное, это такой тип, это такой тип. Создаем этот объект и туда отправляем. По-моему, это что-то не так, где-то что-то пошло. По-моему, это как-то криво. По-моему, это вот как раз проталкивание реквеста с вазолином. Блин, ну, лучше, наверное, нормально сделать ДТО, да, и не париться. Вот, поэтому все те, кто говорит, что ДТО зашквар, как вы решаете вот эти проблемы? Если вот тут, как я и говорил, 1-3 параметра, то ДТО как бы не нужно, можно их туда сделать, 3 параметра. А если их 20? Если внутри бизнес-логики есть какой-то метод, в котором там 5 параметров, это плохо, это что-то с архитектурой, но мы это рассматриваем как отдельный слой, да, туда могут быть много параметров отправлено. Вот именно вот на этой границе ничего такого страшного нет, чтобы отправилось много параметров туда. Но делать их параметры вот именно вот тут, как параметры метода, это некрасиво, это хреново, это непонятно, это страшно. Делаем ДТО, и все прекрасно у нас работает. Как вы вот с этим боретесь? Кто там писал в комментариях, ДТО это зашквар? Как вот с этим боретесь, а? А? Банк и Вазолин, где покупаете? И почему, почему Махмуд на это пошел, я не знаю. Может быть, может быть, это мы сейчас видим промежуточный вариант. Если ты смотришь в каком-то далеком будущем, если ты откроешь вот этот вот файлик, ну или какой-нибудь, может оно там все поменяется, потому что здесь структура, по-моему, раньше другая была. По-моему, АПП Сэкшн не было раньше. Когда я, по-моему, готовился, здесь, вот он здесь разделил, здесь появились вендоры, которые заполнять нельзя. Они здесь, это отдельно, по-моему, контейнеры, ты можешь, наверное, где-то, в виде пакетов, наверное, они сюда прилетать могут. Вот здесь ты свои, типа, делаешь, да? Такого раньше разделения, по-моему, не было на момент создания курса по Порту. Я к тому, что оно может поменяться. Может быть, ты в будущем смотришь, и, может быть, оно здесь, путь-то другой будет, возможно. И, возможно, в будущем уже и не будет вот этого зашквара, да? Вот этого зашквара, может быть, не будет. Плюс вот это тоже, вот этот, по мнению Роберта Мартина, в книге «Чистый код», это тоже зашквар, да? Во-первых, Роберт Мартин что говорил? Он говорил, идеальный метод это когда ноль параметров. Окей, можно один параметр. Ладно, фиг с ним, можно два параметра. Ладно, я глаза закрою, притворю, что не видел, можно три параметра. Но все, лучше, больше не надо. Если больше, это что-то не то. На пограничном, да, вот когда между слоями, это может быть такое, да? Потому что в отдельную систему это можно рассматривать как отдельную систему. Ты туда что-то отправляешь. Оно такое может быть. Но когда внутри системы, что такое происходит? Что-то не то, братан. Что-то как-то не то пошло. Может быть, что-то надо посмотреть на архитектуру. Первый, да, вариант. По чистому коду, если придираться, да, к любому коду можно придраться. Давай к этому придеремся. Четыре параметра. Роберт Мартин сразу же чапаляк такой выдает. Пах так. По голове. И потом вот этот, также Роберт Мартин говорил, то, что не надо в методах использовать флаги, да? Есть метод там true-false, да? Вот он с true, флаг, если true, то тогда такая механика отработает, флаг-false, тогда другая механика сделает. Сделай сверху два других метода и скрой этот флаг там и вызывай в клиентском коде тот метод. Итого, если бы мы сделали все красиво, у нас этот метод получал бы один параметр. Вот эти три параметра мы объединяем в один класс, передаем туда, а этот параметр мы скрываем под методом. Вот run, если run он такой, было бы run какое-то слово два метода run там x run y в зависимости от логики. run x вызывает run и по умолчанию true пишет и параметр перекидывает туда. Вот прям беда, глаза режет. Глаза режет. Так, по ДТО все, что хотел, я рассказал. Теперь еще про критику. Я пытался нагуглить на какие-нибудь может быть полезные статьи, где критикуют ДТО. Не просто так же люди там антипаттерн шайтаном, а не надо. При этом не объясняю, почему антипаттерн никаких пруфлинков не дай думаю погуглю, может быть я что-то недопонимаю, интересно же. Ничего не нагуглил, единственное, что встречается, это кто-то в комментариях, кто-то где-то вопрос задает, слушайте, я слышал, что ДТО, это антипаттерн, объясните мне почему. И кто-то ему пишет, не братан, это все нормально, это не антипаттерн, не бойся. А кто-то ему там же отвечает, да, это антипаттерн, я тебе не буду объяснять почему, это короче зашквар, не делай так. Вот, вот такого рода пояснительные записки, скажем так, были на полях, а конкретно четких вариантов не было. Какие можно сделать выводы, да, какие можно сделать выводы, а, плюс еще две более-менее что-то статьи, откуда это все пошло, что ДТО это антипаттерн, я их не смог раздобыть по-человечески, мне пришлось их из кэша Гугла доставать, потому что они были удалены, удалены, даже на одну статью ссылался Фаулер, там, кто-то покритиковал ДТО, он говорит, ты что, ты что, дурак что ли, я тебе что сказал, ДТО говорит, это вот в систему ты передаешь и все, я про другое не говорил, а тот начал там критиковать за то, что мы вот тут его используем, там, внутри слоя используем, он говорит, ты это, читать научись, я тебе английским по-белому сказал, вот так должно быть, ты что критикуешь тут, вот так Фаулер сказал, да, и вот чтобы найти вот этот вот гвоздь преткновения, пришлось в кэше Гугла поковыряться, ссылки я добавлю на эти статьи в описании, если вдруг тебе интересно самому посмотреть, посмотри, вот поэтому критика, вся критика сводится к тому, что шаблон проектирования нужно использовать, во-первых, по назначению, во-вторых, если можно его не использовать, лучше его не использовать, под большинством шаблонов в конце мы видим надпись, что применение шаблона, подобного шаблона проектирования вызывает сложность системе, то есть у нас и так задача сложная, да, мы ее решаем, но он все равно делает немножко код запутанным шаблон, хотя и решает лучше, чем если бы без шаблона проектирования, вот, бритву Акама вспоминаем, не нужно порождать ненужные сущности, когда там тебе вздумается, да, и того, то есть эта критика, она применима к любому шаблону проектирования, к любому, к любой механике какой-то хитрой, keep it simple, stupid, да, делай это примитивным, если можно обойтись без ДТО, давай без ДТО, если же на чашу весов ставим пробросить реквест или пробросить ДТО, ну, наверное, лучше, если в реквесте очень много данных, наверное, лучше сделать ДТО и пробросить ДТО, это будет понятней, что еще, а, еще, когда избыточным становится, когда мы ДТО начинаем использовать внутри слоя, да, вот мы его пробросили куда-то в наш экшон или в наш сервис и этот ДТО начал где-то либо гулять где-то, либо мы внутри нашего слоя начинаем порождать ДТО, чтобы его отправить в какой-то метод, это уже говорит о том, что с нашей общей архитектурой что-то не то там, что-то где-то мы ошиблись, и ДТО это уже как заплатка больше идет, лучше, если есть время, пересмотреть архитектуру и прийти к тому, чтобы, как по Роберту Мартину, у нас 0 параметров, 1, 2, максимум 3 параметра было у метода, да, но не ДТО прокидывать, что еще Мартин говорил, Мартин, он говорил про ДТО, но он очень кратко об этом сказал, он сказал, ну да, вот есть ДТО для передачи данных между системами и упомянул то, что вот эта инкапсуляция это лишнее, это какая-то ненужная бюрократия, все, но в другом параграфе про вот эти, когда у метода бывает много функций, этих параметров, как от этого избавляться, там тоже несколько параграфов было в этой книге, он упоминал, что надо уменьшать количество параметров и показывал различные приемы, да, допустим, если мы хотим рассчитать заработную плату, у нас какой-то функционал расчета зарплаты, мы передаем юзер-айди, мы передаем дату начала работы пользователя, которому надо рассчитать зарплату, и дату конца, того получаем три параметра, два параметра даты можно выделить в один период, да, так называемый массив, и там два значения начало и конец, получается мы вместо у нас был метод состоящий из трех параметров стал из двух, он стал красивее, понятнее его читать на доли секунды, ты его быстрее прочтешь и поймешь, что там происходит, такие методы согласись, когда там пять параметров, когда ты видишь такой метод, это просто трындец, сердце разрывается, сложно понять, что, зачем, почему, какое важно, какое не важно, особенно если там еще начинаются где-то с середины дефолтные значения начинают присваиваться, первый параметр конкретный, второй параметр конкретный, третий вдруг имеет дефолтное значение, четвертый конкретный, пятый конкретный, когда ты видишь такие методы, ты думаешь, ага, как оно так получилось, где, вот, почему, что в голове было у человека, который вот это написал, вот, то есть использовать DTO внутри слоя, внутри какой-то системы, для того, чтобы снизить количество параметров, это вот, это больше похоже на заплатку, больше похоже на заплатку, если нет времени пересматривать архитектуру, ну, может быть, можно заплатку это поставить, это лучше, чем 10 параметров методе, да, вот, это первое, когда избыточность начинается, и когда DTO можно назвать плохо, второе, когда плохо, когда, допустим, мы передаем в некую систему какой-то объект, допустим, модель, куда мы хотим туда передать, и мы решим, мы знаем про DTO, давай DTO плодить, давай, и у нас получается так, может получиться так, что DTO, это будет, по сути, отзеркаливание модели, все поля будут в DTO, и единственным отличием будет то, что DTO не содержит поведение, да, это тоже уже грани избыточности на один шажок, как минимум на один шажок, мы в избыточность ушли, оно может быть и не надо, может быть надо было модельку тогда прокинуть, во-первых, придется содержать это DTO, да, за ним же смотреть нужно, в модельке появится новое поле, тебе нужно будет пойти, не забыть DTO, его добавить, в конструктор, в фабрику добавить, чтобы оно там появилось, если там не магическим способом они создаются, да, то есть дополнительные накладные расходы на программиста, руками придется это все делать, и опять же, вся вот эта критика DTO, она не только DTO касается, это она объективно для любого шаблона, проектированного, для любой механики, и вот этот keep it stupid, там dry, это не просто так все придумано, вот, а так в целом, в целом, если подытожить, DTO это вещь клевая, лучше с DTO, чем без нее, но не забываем про бритву Акама, не нужно плодить сущности, если они не нужны, вот, наверное, все, это видео я снимаю второй раз, я вчера его снял, отмонтировал, понял, что слишком много я наговорил про такой примитивный шаблон, и решил сделать краткое видео, и сейчас ты видишь краткое видео, которое, наверное, получилось длиннее, чем вчерашнее, но, мне кажется, оно получилось более интересное, вот, спасибо за внимание, подписывайся на канал, если еще не подписался, подписывайся на мой инстаграм, ссылки дополнительные будут в описании, по литературе, которую я использовал для подготовки, к данному видео, также, если хочешь поддержать канал, поддержать меня, то там еще ссылка будет, какая-нибудь донатная ссылка, все, спасибо тебе, не болей, не чихай, все у тебя будет хорошо, все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,